добрый вечер девочки пишите мне там в комментариях что соскучились по моему виду из окна шикарного а я не показываю потому что у нас выжигают рисовые ячейки вы смотрите какой косяк косяк какой смотрите такие большие косяки птиц летают летят смотрите здоровенные прямо и вечером очень красиво и ночью красиво все в огнях вообще в краснодаре огни посмотрите как деревья в реке отражаются берега достают верхушки поэтому дымовая завеса это вот рисовые поля рисовые ячейки выбирают ой как хорошо вообще девочек никуда ведь я не пошла опять прямо думать дома 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 чуть насидеться не могу дома такая благодать ходила на покров храм сидела там на лавочке долго болтала сняла вам и видео удалилась видео такие делаете очки и и и и и и и и и девочки но я целую головку съела черного чеснока михал сидит в афере ничего не будет в афере ничего тебе нибудь чем не будет тут даже на коробке это лёша коробку лёша любит такой это сто процент натуральный полностью здоровый продукт черный чеснок отличается сладостью сравнивая с карамелью или патокой а мне показалось что как черносквив а его текстура напоминает изюм или инжир в качестве самостоятельной закуски с мясом с рыбой салат отменное съедобное украшение уникальными свойствами по воздействию на организм в этом польза чеснока сравнении с другими овощами и белки и жиры и углеводы смотрите сколько всего витаминов всяких а еще черный ферментированный без консервантов а еще он продлевает жизнь вы знаете что чеснок это самое самое надежное средство от всех болячек в общем девочки прислали мне вот такую посылочку сделали мне попробуйте елена павловна ну чё классно чё михалыч как же нормально нормально михалыч жизнь у тебя два часа света не было я знаю мне отключила сигнализация девочки youtube рассылочку делает сейчас у нас в общем ближайшие недели будет будут списываться подписчики которые на своем аккаунте закрытый аккаунт не рабочий не существующий будут списываться и будут списываться у кого спамовские спамовские каналы вот они все будут списываться я посмотрю сколько же у меня хейтера посмотрю мне просто интересно даже сколько же несуществующих людей которые имеют просто по 10 по 15 по 20 каналов и которые пишут пакости вот они все будут списываться так что девочки посмотрим посмотрим как его девочки мази играть надо играть надо мастерский играть надо мастерский кусается кто кусается запустила комара вчера сетки были открыты до ночи как комар пробрался один два не знаю как как комары пробрались ли они такие мелкие при мелкие мелкие если руки вниз кусали вот сижу чешусь так что так что так что так что хулигаша принесла вчера шарик от лёвы масечки поиграть все она его сегодня утром увидела и что началось у нас что у нас началось она его прям приносит мне в ротике своем девочки сегодня захотела бедрышки тушеные все на раскаленную сковородочку выкладываю помытые бедрышки без масла обсыпаю их мыли-сунели или приправа для курицы любая солю перчу и все я оставляю под крышечкой но на самом большом на самом большом нагреве все когда начинает уже зарумяниваться корочка от своего жира от курочки я ее переворачиваю переворачиваю вот такая сторона там получается у меня беленькая сейчас потому что я убавила уже это вот я второй раз перевернула все и пусть тушат сейчас крышкой закрою и люблю когда вот просто вот так девочки цветную капусту просто там получается ведь я бульончик я нагрев убавляю и все и закрываю крышкой и все это тушится без капельки жира девочки честно говорю а я же еще хотела это черный чеснок девочки все у меня черный чеснок пиздец кстати классная штука вот так вот так вот и все и все все Я дурная, я не открыла крышечку, чёрный, всё, чесночёный. И всё, крышкой закрываю на самый маленький нагрев, всё, пусть тушится всё это. Я пошла дуе постельку, стелить. Нагладила белья целую кучу. Пойдём. И уроки, и переговоры, и всё в одном виде. Ты думаешь, что ли? Боже мой, разрыв какой-то. И телефоны не получили. Чё я, дома я никуда не пошла, нафиг надо, не хочу. Не хочу, никуда не пошла. Лежу с матерью, смотрю передачи всякие. Ну, посиди малененько. Да, доча? А сегодня что-то с юбилейного. Кто-то рассылку какую-то мне сделал. Получили костюмы, получили кофты с юбилейного. Что? Да, я даже не поняла, кто такие. Ну, ничего, холодно. А вы на улице, что ли? Дома холодно? Не, ну, дома прохладно. Я вот... Я хотела идти это... Хотела идти... Мне надо карточку Тинькофф заблокировать. Заблокировали у меня карточку Тинькофф. А у меня сегодня на Фейсбук утром полторы тысячи рублей сняли на Фейсбуке. За что, по что, я ничего понять не могу. Я позвонила в банк, потому что не пришло сообщение мне на телефон. Подтверждение пароля там или что, или операции. А просто высветилось этот... Пуш высветился. Уведомление. Я позвонила в Тинькофф. Говорю, что такое? Они... Не знаю, давайте проверку. И все, они заблокировали карту у меня. А теперь говорят, пользуйтесь другой картой Тинькофф, на которой деньги. Ну, которую Михалычу я выдаю иногда. Все, теперь у меня деньги. А эту, говорит, сходите обязательно в банкомате. Засуньте ее, введите пароль. Подтвердите, что она у вас на руках. Ее или банкомат не выдаст вам. А если выдаст, то разрежьте ее по магнитной полоске и выбросите. Все. И заказывайте новую карту или старой пользуйтесь. А у меня один расчетный счет, а к нему привязаны две карты. Да, и то есть, и все, и Михалыч обрадовался. Да. Да. И все, Михалыч обрадовался, что все, схватил сразу эту карту. Да, потому что, а я уже забыла к ней пин-код к этой карте. Все, а я знаю. И, короче говоря, ну она прикладывается же, что-то, Михалыч. Она прикладывается? Да. Ну вот. Там хорошая сумма денег, поэтому я это... Михалыч схватил ее. А я сейчас лежу и думаю, схватил карту, убежал с ней. Наверное, уже в подвале там таскается. Я мягко. Схожу к Марине. Хорошо, я с ее укладкой дня три прямо хожу. Вот. И все, и можно будет Леву свозить на этот барбершоп. Можно. Да, барбершоп. Надо сводить его подстричь, ему надо. Не, а не просто... У него на канале, девочки, у него на канале, у Левы, новое видео вышло. Отличный лайк канал моего сыночка Левы. Ну, вот, после долгого перерыва вышло хорошее видео. Девочки, мальчики рады там ему. Ну, кто начинал с ними смотреть? У него там почти 700 тысяч подписчиков уже. Поэтому заходите, смотрите, кому Лева нравится. Вот. Ай, у меня камера просто включена. Михалыч играет с Массей. Вот, а я с тобой болтаю. Я открыла дверь, и ты зазвонила. Ну и все. А у меня, я видео снимала. Ну, она балуется с тобой. Вообще, вообще, это Магнолия, вообще, раскрученная у нас Магнолия. Это они уже пишут, думают, что это мой магазин, что это наш магазин Магнолия. Таня увидит, услышит, в обморок упадет вместе с Ириной. Вместе с Ириной. Ну, в общем, все своими делаем. Нет, такая погода на улице хорошая. Но ничего не охота делать. Просто какое-то осеннее состояние у всех. Живеновский сказал, магнитные бури. Магнитные бури, и поэтому все, ячейки еще эти у нас в этот жгут, и в этот дым идет. И, в общем, никуда не хочется идти. Да, из квартиры вообще не хочется выходить. Осеннее состояние какое-то такое непонятное. С удовольствием прямо дома лежу. Я наварила кашу себе опять гречневой, перловой. Вот. С масличком. Покушала, рыбку доела. Покушать есть, и ладно, и все. Ну, что пенсионерам еще? Что еще пенсионерам? А ты что, Михалыч, делаешь? Ничего? Как? Ну, поели, я на коробке все варил. А, тоже. Тоже. Одна жертвана у меня у нас. Все понятно. В общем, вот такие дела, доченька. А так, новостей больше никаких нет. Все. Давай, все. Пока-пока. Пока-пока, девочки. Ну, что, Михалыч, все прямо, ты всех поразил. Чем? Своим выступлением про физкультуру. Ну, вот. И что? Про физкультуру прям поразил. Поразил. Да, многие пишут, там, ладно, там, дети, да вы сами своих детей губите. Вот. Вот физкультурой не занимаетесь, в общем, с ребенком. А кто пишет, наоборот, нафиг это надо, кому надо, пустей занимаются. Сейчас уже менталитет у людей не тот. Чтобы, знаете, всех под одну гребенку грести, как раньше. Строй поставили и маршируй. Хочешь, не хочешь, маршируй. Сейчас вот, по этому, в интере показываю. В плавательном бассейне, там, есть преподаватель. Девочка, он умерла. Девочка, он утонула. И никто не видел, как так, я не пойму. И за полтора года, второе, второй раз. Она пришла в бассейн, там, есть преподаватель. Вот сейчас преподаватель, это, шести лет светит. Да в комментариях, вон, девочки, в комментариях девчонки пишут. Где спасатели? Там же должны сидеть инструктора или как они? Спасатели должны быть. Что на этой физкультуре бегают до такой степени, что потом отдышаться не могут. По пять, по шесть уроков сидят, не могут отдышаться, как им плохо, детям. А сколько в медпунктах, ну, медсестры, сколько спасают детей на шатырем после этих физкультур? В общем, что мы настраиваем детей против физической культуры. Нормально физкультуру проводить, а не так, что в гухте-барахте бегите три километра. Они не знают состояния здорового ребенка. А как он в армию у вас пойдет? Что, вы тоже с ним будете бегать? А в армии вон что творится. Восемь человек застрелил и на насмерть, а двоих ранил. Говорит, психическое состояние у него что-то случилось. То есть в армию призывали, было все нормально? Да. А в армии там за сколько месяцев психическое состояние? Какое психическое состояние, если его довели, и он расстрелял их. Ну да, сейчас такие молодежь пошла, никто не терпит. Если бы у меня психическое состояние, у меня пришлось маму хоронить в армии. У меня тоже психическое состояние, но я же не стал никого там стрелять. Я просто перенес это все. Потому что не было такой жестокости, не было, как раньше. А у нас как? А сейчас жестокие очень. А автомат ему давали своих, а значит они что-то сделали, значит плохое. Довели его до такого состояния. А говорят, что вроде... Ну никто не хочет, видишь, ответственность брать на себя вину, никто не хочет признавать. Это кругом и рядом сейчас. А родителям каково? Вот так отправить здорового ребенка, здорового парня. Нафиг нужна мне эта армия. Он есть контрактная основа, пусть на контрактной основе набирают. Плевать хотела я на физкультуру, на всякие армии. Я не для этого ребенка рожаю. Вот родили ребенка под старую сраку. Да, и теперь что вы можете ему дать? Вот, ничего нормального дать ему не можете. В общем, всем бы так бы детей рожать. Таких детей, как у меня, всем бы таких детей рожать. Я просто всем желаю. Девочкам, женщинам, которые пишут вот такие пакости мне. Вот, любви, счастья, здоровья всем. Почему? Сейчас питания у нас уже нету натурального. Все химия. Это раз. Экология тоже нарушена. Это раньше было. Питание нормальное было. Все. Никаких химий не знали. Вот, все. Ну, гены не те. Вот, еще вот живут почему-таки долгожители. Там 80 с лишним лет умирают. Гены, потому что гены были здоровые гены. И аскетический образ жизни. Поэтому и живут до сих пор. Еще многое значит медицинское обслуживание. Все равно люди, которые какое-то положение в обществе занимают, они медицинское обслуживание у них совершенно другое. Не как у нас с вами. Кремлевское. Кремлевское, конечно. Кремлевские таблеточки. А сейчас молодые. Родители вон и пьет, и курят, и дети рождаются. Едят черти-чуть. Все прямо повальные. Этим здоровым образом жизни. Грудками куриными и салатами стали объедаться. Ничего не едят. Откуда у них будет силы и здоровье? Волосы лезут. Яичники у девочек не работают. Нормально. Курицы-то все чем их кормят? Химия одна. Ну, ничего. Потому что производство сейчас такие. Побольше бы выгоды. Все напичкано. Мясо напичкано. Рыба напичкано. Непонятно чем. Все в заморозках. Заморозка. Вот так вот. Сам шнур говорит. Чтобы добиться успеха, не обязательно читать. Самое главное. Мозги, чтобы работали. Остальное все. Не важно. Будет мозги работать. Будете зарабатывать. Будете кушать хорошо. Будете нанимать себе. Домработниц. Чего, Лёва, ты молоток в руках не умеет держать. Чего ему? Зачем он молотки? Когда он зарабатывает своим умом. Я его научу. Да. Все, девочки, пока-пока. Так раньше были еще в школе-то. Были уроки домоводства. Были труда. Уроки. Туда мы тубаретки делали. Молотки, помню, эти железные точили напинниками. А мы шили. Нас учили шить. На машинках ночнушки шили. Салаты делали. Там шарлотки пекли всякие. Пироги пекли. Винегреты делали. Даже к 8 марта вот эти разделочные доски. А я не знаю, сейчас в школе есть это или нет. Но у Лёвы нету, по крайней мере. Я не знаю. Мы ему, знаете, в каком классе? Наверное, в классе... А, было у нас? В четвертом. Да, в 86-й школе. Мы купили ему фартук на рукавнике. Хороший мужчина, учитель был. Там доски притащили всякие из дома. Там кто что может. Помогите кабинету. Он что-то пытался их там научить. И все это вот было, наверное... Ну, в четвертом, наверное, в классе. Больше уроков труда не было. Многое, конечно, меняется в жизни. Поэтому, что говорить. Вот так вот и живем, девочки, мальчики. Мы тогда пенсии уже дожили. А вы-то вот не знаю, как дальше будете. Да, вон сейчас про пенсию на АТР показывает. Ну, вот куда что? С нашего года, вот с моего года, девчонки. Вот, ну, только там, допустим, побладше меня на 4-5 месяцев. Все! Никакой пенсии. Ну, вон сейчас Краснодара тоже где-то там женщину. Тоже всю жизнь отработала и копейки получала. Таня Коцарева у меня. Таня 8 тысяч. Таня Коцарев у меня бегает, до сих пор пенсию оформляет. Уже оформила, уже все. Когда получит, не знаю. Танечка, привет тебе. Так что вот такие дела. Вот тебе и пенсия. Теперь накопи... Сами копите, они и говорят. Сами копите, и все на них. Да, на них и живите. В общем, короче, все деньги ушли неизвестно куда. Поэтому надо вот... Надо работать на себя. Себе в кармашек потихонечку складывать. Так, а что, куда копить-то? Какая вера-то? Насколько тогда? Избиркнижки у людей все потеряли деньги. Сколько было тогда? Помнишь, когда было-то? В 91-м? Потом еще было. Да. Все, даже не хочу на эти темы разговаривать. Нервы мотать. Все. С ночью спокойности. Все.